Форумная кампания уже стартовала, а это значит, что деятельная и активная молодежь может подать заявки на участие во всероссийских и международных форумах. О том, как попасть на подобное мероприятие и какие форумы организованы для активистов, нам рассказали в региональном молодежном центре. Подробнее в материале Катрины Тайбарей. Молодежную форуму – это в первую очередь возможность заявить о себе. На таких мероприятиях разыгрываются гранты среди молодежи на реализацию социально значимых, патриотических, спортивных и досуговых проектов. Валерий Двойников на форум «Ладога» едет представлять свой проект. Это зимнее соревнование среди молодежи «Юки Гассен» – «Снежный бой». По сути, это игра в снежки, но в снежных боях есть свои строгие правила. В этом году я подал в очередной раз заявку на молодежный форум «Ладога», который проходит в Ленинградской области, в пансионате «Восток-6». И, соответственно, в прошлом году тоже так же подавался туда, выбрал направление блогеров для саморазвития. В этом году я еду по потоку «Креативное развитие». Этот поток позволяет работать с молодежными субкультурами. В оформлении проекта готовы помочь в молодежном центре Ненинского округа. Там всегда приветствуют активную жизненную позицию молодых людей. На каждом форуме проводится конкурс грантов. Можно со своим проектом поехать, защититься очно перед комиссией, получить поддержку. Даже если есть просто идея, ее можно реализовать в проект. С этим мы успешно уже второй год помогаем участникам нашим на форумах. Опять-таки, стоит только обратиться в молодежку, и все получится. Своими впечатлениями после форума «Алтай. Территория развития 2021» делится Сергей Тайборей. И мне очень понравилось тем, что это очень масштабный форум. Там работалось десяток площадок для развития молодежи, у молодежи навыков. Добро-бро, например, это развитие добровольчества, волонтерства. Студактив, это формирование студенческих клубов. Также медиадвиж, развитие у молодежи каких-то профессиональных навыков в плане блогерства или журналистики. Я был на площадке «Дружба народов», это гармонизация межнациональных отношений. Сергей также отметил, что самое главное в форумах – это общение, обмен опытом с другими участниками и новые знакомства. Я хочу пожелать ребятам, если они активны, если они болеют за наш регион или за нашу страну в целом, регистрироваться на сайте АИС «Молодежь», проходить там всякие творческие испытания, находить интересные форумы, потому что это очень круто, это прям вдохновляет и это, несомненно, какой-то рост личностный. Образовательные и творческие форумы – это отдельный мир, который вдохновит на позитив жизни, даст полезные знания, познакомит с интересными людьми и подарит море ярких эмоций каждому участнику. Атмосфера молодежных форумов несравнима ни с чем. В этом каждый год убеждаются их участники из Нейнского округа. Наконец-то мы дождались, открылась регистрация на самый большой форум – это «Территория смыслов». Там будет целых пять смен, пройдет форум с июля по конец практически августа. Регистрация уже открыта на все смены сразу. Регистрация сейчас на все форумы идет через новую площадку. Механизм немножко изменился. Если вдруг у кого-то возникают сложности с регистрацией, можно позвонить по простому номеру 451-51, и в молодежном центре обязательно помогут зарегистрироваться, подать заявку, написать проект. Также сейчас идет регистрация на международный форум «Евразия Глобал». Идет регистрация на форум «Бирюса», на форум «Острова», на форум «Иволга». Открыта регистрация на форум «Байкал». В официальной группе молодежного центра «ВКонтакте» планируется выпуск серии видеороликов с подробной информацией о каждом форуме, на которые могут отправиться представители молодого поколения от 18 до 35 лет. Катрина Тайбарей, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».